Всем привет! Мы снова продолжаем путешествовать по интерьерам GTA 4 и эпизодов. Как раз таки в этом выпуске мы рассмотрим интерьеры, которые есть только в эпизодах Rome Liberty City. В обоих эпизодах, между прочим. Отвечая на вопрос одного из комментариев прошлого видео, все интерьеры оригинальных GTA 4 в эпизодах есть. Интерьер Ashley из эпизода Lost and Damned вроде бы обычный притон, но опытный игрок сразу же узнает фактически родную куртку прохожего из GTA San Andreas. Как же я раньше мечтал изучить этот интерьер детально, и такая возможность наконец-то появилась. Мы прекрасно понимаем, что Юсуф Амир парень не из бедных районов и может себе позволить Liberty City из чистого золота. В квартире можно заметить много спортивной атрибутики. Особое внимание уделяем команде Rampage, которая своим названием отсылает нас к мини-миссиям в GTA 3D вселенной. Правда, миссии ярости были еще в 1-й, 2-й GTA и в Chinatown, однако это не всех так почему-то волнует. Можно заметить аркадный автомат Degin Atron, который появился в GTA Vice City. Разумеется, есть фотографии, сделанные ранее в этапе разработки игры и рендеры авто. Еще обратите внимание на плакат фильма The Full Moons. Постер фильма чем-то напоминает фильм Дом монстров, точнее мультфильм, даже правильнее сказать. И еще это возможно продолжение фильма Full Moon из GTA Vice City Stories. Вспомните эту пасхалку, где мы как раз-таки пролетаем над такой красивой-красивой луной. Еще мне понравился этот арт. Какой части GTA он отсылает, несложно догадаться. Судя по стилистику, это скорее всего Vice City. В мире GTA есть свой Бэтмен, его зовут Браун Стик, его модель полный рост, мы можем наблюдать в этой квартире. А тут у нас будет необычный интерьер. Дело в том, что в GTA 4 есть интерьер Дома Элизабеты, но он не полный. Однако в нем лежат знакомые всем диски OG и Mad Dog. Обратите внимание, что другие комнаты нам здесь просто недоступны. А в эпизодах нам доступны и кухни. И разумеется, та самая комната, которая была в оригинальной... Следующий интерьер не блещет пасхалками. Однако он такой ламповый и прикольный. Это интерьер мамы Луиса. Здесь нет никаких классных дисков к Mad Dog, но прямо видно, что этот интерьер такой прям, не знаю, милый, домашний. Здесь есть часы, которые показывают точное время. Мне нравится этот интерьер, он такой ламповый. Да, нет пасхалок, но он красивый, сами посмотрите. Мне кажется, это просто милота. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий дом такой же крутой, как и дом Юсуфа. Это жилище Булгарина. Без привычных дисков с OG и Mad Dog и другими персонажами Сандрес не обходится почти любой дом в GTA 4. Но здесь этих дисков что-то очень много. Еще много разной атрибутики, в том числе атрибутики Rampage. Но он, кстати, хотел выкупить эту команду. У него есть игровая консоль, похожая на Xbox 360. Такая же есть дома у Луиса. И если честно, этот дом не вносит такие впечатления, что это дом серьезного мафиози. То есть у меня такое ощущение, что у него какой-то кризис среднего возраста. Но вот посмотрите на все. Это очень похоже на, ну не знаю, на 25-летнего парня вот такой дом может быть. Там, не знаю, у 17-летнего. У 30-летнего такого же не может быть. А Булгарин намного больше, ему около 40. Ну, просто мне кажется, не совсем нормально. Лично мое мнение, но вам не кажется, что такой бардак, столько разных атрибутиков. Чувак не знает, чем себя занять. У него тут разные барабаны. Ну, не знаю, короче. Мне кажется, что это глупо. Ладно, перейдем к следующему интерьеру. Раз речь пошла о команде Rampage, я не могу вам не показать их офис. Мы были на нем во время миссии, но там была перестрелка и рассмотреть все не было времени. Так что вот вам такая возможность. Ничего интересного здесь нету. Ну, название Rampage, Rampage, что дальше? Уже об этом я упоминал. Так что переходим к следующему интерьеру. Интерьер банды Ангела Смерти. Здесь пасхалок можно заметить не так много, только вот на музыкальном автомате есть диск с Mad Dog. Остальное все обычно, однако походить по интерьеру вне миссии достаточно клево. Он такой большой, детализированный. Мне он тоже понравился. Музыка 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 А вот дом Тони, на удивление, не блещет никаким пасхалок. Однако классный интерьер с дорогим ремонтом. Еще из интересных вещей можно заметить те журналы, которые упоминают, собственно говоря, о хозяине дома. Музыка 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 Клуб Бахама Мамес присутствовал на миссии, однако не все заметили такую коллекцию дисков. Тоже вот зачем столько одинаковых дисков, я не понимаю. А еще в пособке лежит знакомый журнал из Сан-Андреса Смили. Ну и последний интерьер, не самый интересный среди всех, но тем не менее надо его показать. Это мастерская или даже байкшоп красавчика из Lost and Dammit. Тут как раз можно видеть его кровь на полу. Больше ничего особенного в этом месте нет. Что ж, друзья, осталось совсем немножко интерьеров, которые я вам покажу в следующем выпуске. Выпуск выйдет через видео, то есть у меня в следующем видео будет обзор. Потом я опять вам сделаю эти интерьеры и дальше уже будем заниматься совсем другим. Будем изучать еще что-то. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте, не забывайте. В общем, всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...